Яманча-1. Село в Хохольском районе Воронежской области России. Входит в состав Хохольского городского поселения. Село названо по реке Яманча. До 1928 года село территориально входило в состав Воронежского уезда Воронежской губернии. На 2015 год население составляло 325 человек. В селе находится церковь иконы Божьей Матери Знамения. Также недалеко от села расположено место, называемое Каменный лес. Село расположено в 6 километрах к востоку от села Хохол. В конце 18-го и в начале 19-го века в долине речки Яманчи возникло несколько маленьких крепостных деревень. Они носили такие названия. Яманча-1, 2, 3, 4, 5 или Мехневка, Стрижевский, Штемпелев, Чертков, Богдановка, Зареченский. Деревни отмечены в списке населенных мест 1859 года. В советское время они объединены под общим названием Яманча-1, которое произошло от речки Яманчи. Название речки, как считает В.А. Прохоров, тюркского происхождения. В.И.Д.А.ЛЬ указывает, что слово Яман, Яманка или Яман означает домашний козел или коза. Речка Яманча могла получить свое название от имени или характера этого домашнего животного. Церковь иконы Божией Матери Знамения – православный храм Воронежской епархии. Расположена в селе Яманча-1 Хохольского района Воронежской области. В 1872 году в хуторе Яманча был построен деревянный молитвенный дом во имя Знаменской иконы Божией Матери. Архиепископ Дмитрий упоминал об этом в указателе храмовых празднеств Воронежской епархии. Молитвенный дом в хуторе Яманче Воронежского уезда приписан к богословской церкви села Устья. В семи верстах от села, построен в 1872 году, особого причита нет. По документам епархии за 1900 год в штате Знаменской церкви числились священник Попов Василий и псаломщик Шишлов Василий Григорьевич. Церковных земель – 33 десятины. В приходе – 258 дворов, прихожан – 1567 душ. Год постройки кирпичного храма – 1904. В советское время помещение церкви использовалось как зернохранилище. В настоящее время ведутся восстановительные и реставрационные работы. Вот мы и добрались до интереснейшего местечка под названием Каменный лес. Долго думали, как же получилось такое место. Версий было много. Начиная с того, что это место похоже на жерло вулкана, так как породы лавовые, и заканчивая тем, что небольшой метеорит расколол каменное плато. Пласт камня толщиной 1-5 метров выходит на поверхность, где и дробится. Имеется несколько недлинных выработок – от 1 до 3 метров. В основном выбирался чистый кварцитовый песок, залегающий прямо под песчаником. Более интересны широкие трещины длиной до 8 метров. Есть еще одна версия – почти легенда. В 2003 году Комсомольская правда опубликовала интересную статью о том, что на обрывистом берегу 4 года назад, то есть в 1999 году, обнаружил Виктор подберезные таинственные знаки. Увидев на камне аккуратные пальчики и впадинки, он предположил, что динозавры могли проходить здесь около 100 миллионов лет назад, вымывая из впадинок песок. Может быть, буронозавры, диплодоки или игуанодоны. А может быть, какой-нибудь неизвестной науке коренной воронежский динозавр. След длиной примерно в 30 сантиметров и впрямь напоминает отпечаток лапы. Можно разглядеть подушечки пальцев и застывший песок, выползший тысячу веков назад из-под кривых когтей. Рядом след поменьше. По мнению Виктора, отпечаток похож на след современного человека. На соседней плите еще отпечаток поглубже. Выходит, некто, кто ходил на двух ногах, пас стадо динозавров или прогуливался рядом. Вот такая история. На самом деле, это был старый, заброшенный, давно карьер. Там добывали камень в 60-е годы. А название Яманча переводится как «плохая, тухлая река», то есть река, в которую не впадают реки. Это тюркское или татарское происхождение. Название. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok